Вы представляете, если я буду свой контент делать на его подпесоте? Ну там же дуры дурами, полнейшие вообще. То, что он несет, это... Ну, вчерашние освистали просто. Народ ржет. Не побитую, я так говорю просто, что мы через это все проходили. И не надо вот так вот прям близко к сердцу все воспринимать, потому что, как получилось тоже Пелагия, да? Большие надежды возлагала она на эту гнедину, а вот раз вот так вот она переобулась и все, так вот случилось. Да что вообще было? То есть, то есть, Реба может переобуваться на риту, а гнединым нельзя? А вот это что такое? 29 мая Реба выпускает ролик под названием «Психи не дремлю». Здравствуйте, дамы и господа, леди энд дентльмэнс. Снова новости вокруг Парка Львов Тайган. Подзор сумасшедших, психически ненормальных, неадекватных, ну и внесение ясности по некоторым вопросам и комментарий с моей стороны. Значит, вчера Пелагия, известная некоторым, да, опубликовала пост, содержание которого для многих до сих пор непонятно. Сумбур, непонятный набор фраз, ну, это в ее стилистике. Сумбур, набор фраз? Может, ты задремал, псих? Смерть Кащеева на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в водке. Та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу. И то дерево Кощей, как свой глаз, бережет. Что непонятно? Да, наниматору и психиатру. Психиатру. Репет. Арман Григорьевич, уважаемый Арман Григорьевич, вчера, ну, вчера, простите, в Центральном суде Симферополя была рассмотрена апелляция, апелляционная жалоба представления прокуратуры Белогорска, поддержана прокуратурой Республики Крым по недовольству прокуратурой тем оправдателем приговором, который вынес судья Олейников, Александр Олейников в мировом суде города Белогорска. О ролике речь шла вообще по 315 статье о том, что Олег Алексеевич не исполняет судебное решение и продолжает людей возить в саванну и оказывать услугу прогулка к альбам. Это осень 2023 года. Репа уже, Репа еще не прозрел, но уже точно погулял в саванне. И он об этом прекрасно знает. Канал Велисмастер в августе 2023 года гулял в саванне с альбами и снимал ролики. А не несет ли это угрозы жизнь и здоровье животного мира, а также самому посетителю Велису Мастеру? В общем, начались судебные заседания, что якобы Олег Алексеевич ослушался это судебное решение и продолжил оказывать эту услугу. И эта балакита судебная длилась 3,5 года до 22 сентября. Вот она и годами успешно проводилась моим подзащитникам Олега Алексеевича Зубкова. Прогулка к альбаму имеется. Они лишили нас прогресса. Вот то, что говорили в 1800 году о том, что скорость... Репа, уже погулявший в саванне, но еще не прозревший, на голубом глазу убеждает, что прогулок нету. Надо бы спросить из-за 25-миллионной моральной ущерба прокуроров. Надеюсь, автор канала и сам прокурорам объяснит обстоятельства прогулки. Че непонятного? Че непонятного? Вас не смущают интеллектуальные способности репы? Да и анониматора. Он даже не всасывает. О чем я пишу? Сумбурно. Я пишу, что прокурорам нужно помочь. Есть какие-то сомнения? Но тут чудит прокуратура. Вот уже один человек в чате понял, о ком идет речь. Здесь именно прокуратура чудит. Она его разбирает, я прошу прощения. Вот этот страшно-совестный человек, почему это... Это очень серьезный, огромный совестный человек, я это ему говорю в глаза. Решил, что сделать? Проверить, а Георгий Алексеевич Зубков соблюдает ли решение суда. И поэтому он позвонил своему другу, приехал в Белтинский городской суд. Вот это, запоминайте этот момент. Взял своего друга, сотрудника суда, как он поясняет согласно... Друг друга позвонил другу, тот приехал... Забрал его на неизвестной ему машине, неизвестной марки, модели государственных номеров, ничего не... Насколько почерк один и тот же, вот абсолютно один и тот же почерк, это делает один человек. Взял и с этим поехал в парк, чтобы удостовериться услуга. Оказывается, именно оказывается. Въехал в парк, купил билет, который не касается услуги прогулка с Альвами. Совершенно другую квитанцию, что он купил в господу новое место. Зашел в парк, снял на мобильный телефон видео, что якобы он под защитой оказывает услугу. Друзья, кто догадается, на какой мобильный телефон он снял? Запоминайте, на какой мобильный телефон. Об этом тоже будет дело. Догадаетесь? Ответ на против сзади вас. В этом здании. Альпом 6. Ничего не напоминает. Сотрудник органов, сотрудник суда тоже снял посторонних людей в сафари. Как и Репа, снял сам себя. В очередной раз поражаюсь защитником Зубкова. Я вчера публиковал видео на своем втором канале «Велесосиновый мастер животных зоопарки России», где я показал, что меня Зубков с Алисагиной зовут Саванну, я снимаю Льва Чука. Они оба сняли нарушение. Услуга это или не услуга? Это нарушение. Вот с бабушатником Зубкова маяться. Это главная цель. Если я какая-то крыса, которая приползла туда, какую-то найти дыру, куда-то залезть с этой целью, то я бы и лазил по этим дырам. Как ее с Армейкой или как ее актрисулька. Про нее тоже поговорим. Ну, Репа, ты здравствуй. Дерево. Так, далее. Татра 106. Зацепили этого туго-дума ее комментарий. А именно ее мнение. Внимание, привыкли иметь дело с честными оппонентами. С честными оппонентами. Все кругом честные, понимаете? А столкнувшись с Марченко, они просто растерялись. Нечестный появился Марченко. Одно вранье кругом. Репутация Репы, сами знаете, какая? Подставлявший неоднократно своих близких и не очень людей. Посмотрите, что он пишет. Первый признак, что у человека грязная репутация. Он боится выходить со мной на связь. Так как несколько человек из моего близкого окружения меня пытались с ним сдружить, Я предполагаю, что речь обо мне? Нет? Да, нет. В ней Зубкова и парка Львов, Тайган, изначально были несколько человек, которые рассказывали о его гадких поступках. Но потом они сами пропадали, когда видели, насколько глубоко я накопал информацию. О каком же речь? Кто пропал? А главное, куда? И оказывалось, что у тех самых людей тоже рыльца в пушку, и сами они принимали активное участие в фальсификации документов, искажении фактов и введении в заблуждение правоохранительных органов. Я не знаю, о ком он пишет. Эти люди пропали в промежуток его копания с февраля по май месяц. Вы знаете таких? Но чистосердечное признание смягчает наказание. Информации, которая есть у меня, хватит, чтобы самого Зубкова упрятать в тюрьму лет на 15 минимум с конфискацией всего имущества и ареста счетов в Португалии и Китае. Естественно, он это делал не один. Но когда вы узнаете, кто ему в этом активно помогал, у вас волосы встанут дыбом. Все только начинается в Зубков. Кто ему помогал? Те люди, которые пропали? Или сам Путин? А может, Поклонская? Писала-писала на него, а потом стала помогать. Содержание которого для многих до сих пор непонятно. Сумбур, непонятный набор фраз. Под Писотова у Лепы полнейший баран. И верят же, верят. То есть я кому-то мог предложить? Давай созвонимся, пообщаемся. Человек не захотел, да и бог с тобой. Ну что мне от этого? Я что-то потерял? Нет. У меня была попытка с человеком наладить общение, объясниться, поговорить. Вранье? Человек не захотел, это его право. Что мне от этого? Почему я должен за это переживать? Кто-то со мной не хочет общаться и соприкасаться. Вранье? Ложь? Потому что ни поезд у вас не попытался созвониться, списаться. С моей стороны были попытки, как я считал, адекватными. Попытки? Адекватные? Ну, оказалось, что мне просто показалось. Вот и все. Ну давай, посмотрим. 14 сентября. Репа, ты еще в Тайгане? Или он же вернулся? Адекватный? А где здрасте? Что это вообще за тонки? Позвони. Ты же мой номер телефона. С Деанонил. Что-то сам позвонить не можешь. 8 сентября. Нет никакой Пелагии, только Сурмейка. 10 сентября. Ролик Олег Зубков о своем отношении к хейтерам. Подумаем, может быть, с какими-то зоохейтерами посудимся. Вот, за что-нибудь вот придумаем. Пелагия или как она там? Сурмейка. Сурмейка вот эта. Артиста с Поголелого театра. Я никогда не видел ее, кстати. А 14 сентября позвони. А чего об этом? Я тебе открою один небольшой секрет, что Алия Айратовна сама мне первая написала и сама мне первая позвонила. Инициатива диалога со мной была от нее. И да, мы позвонили, и вот это твое в кавычках искренне раскаялся. Это не так происходит. Два взрослых человека. Это, конечно, очень здорово. Очень здорово. Слить такую информацию. Ну, мало того, что по-джинтерменски, так еще и по-психиатровски. Это к тебе же, Пелаги, тоже относятся по поводу, кто тебе заказывал и кто это делал. Это делал лично я. По своей собственной инициативе. Ни Зубков, ни Алексагина, никакого участия в этом не принимали. Более того. Вранье? А зачем ты спрашивал про нее данные, если у вас и так все было? Понадобились отвечать Ступин. Срочный, срочный полностью. Причем даже не для ЗЗС. А кто-то просил их у нас. Только знает. Вот Колосова-Чипейча. Это намного интереснее, как и Федоров. Ну, таких же никто не трогал из вас, да? Касаемо личной информации, персональных данных. Никому и никогда эти данные я не передавал. Чтобы я предоставил им информацию о ней для написания заявления. Формулировка такая была. Появился интерес у людей, сторонников Парка Львов-Тайган, чтобы ту саму Пелагию привлечь к ответственности. Насколько мне известно, на нее собирались материалы для написания заявления. На тот момент я не интересовался, сейчас на каком этапе. Но я предполагаю, что заявление было написано на нее. И так как я в своем видеоролике объединил, сказал, что Сарвалионы-2 и Пелагия это один и тот же канал, и вдруг в Пелагии у нас решила три стихица. Только все это время вы меня продолжали обесценивать, что я никому ничего нового рассказала. Тогда зачем вы ко мне все в личку бежали за инфой? Ну не бежали для начала. И инфа была передана только одна за это все время. Пасурмейка. Другой-то точно не было. Да, я просил взять на себя, пробить пару других людей. Раз ты объявил себя специалистом в этой области, ты не справился или не захотел с более сильными врагами связываться. Он сливает всю и вся. Даже не отупляя. Репа, это ты крыса. Пелагия, Юлия, Сурмейка, я понимаю, что ты актриса, что ты можешь сыграть роль там, как тебе... Да мне смешно. Как ты? Да я вообще... Да у меня прекрасное все. Включай мозги. Не строя себя какую-то там... Ты здоровый? Нет, реально, ты считаешь себя здоровым человеком? Без отклонений? Что тебя там? Я знаю, я прекрасно. Я уже много лет на Ютубе. Мы разбираемся в психологии, манипуляции, во всем остальном. Анализировали много лет эти моменты. Поэтому бери себя в руки. Вот эти вот, которые сейчас пользуются твоим психическим состоянием, твоим сейчас вот этим дисбалансом. Не надо переживать за мои тревоги, переживания и волнения. Думай о себе. Меня вообще не трогай. И моих подписчиков не трогай. Не лезь ко мне. Я презервативами использованными не пользуюсь. И другим не советую. Это не предохраняет вас от заразы.